В подмосковных Люберцах ищут рабочих, по чьей вине едва не погибла 75-летняя пенсионерка. На неё рухнул фонарный столб. В центре города средь бела дня неизвестные пилили деревья. Одно из них при падении задело мачту освещения. Кто и зачем организовал работу и почему опасный участок не был огорожен? Жуткие кадры очевидцев и первые версии у Дмитрия Блиникова. Всё произошло здесь, в небольшом сквере на Октябрьском проспекте. Спеленное дерево по-прежнему тут. Рядом на пешеходной дорожке валяется фонарный столб. Через него с трудом перешагивают прохожие. Момент происшествия снял на мобильный телефон очевидец. Видно, как двое рабочих пилят березу. Несколько секунд она раскачивается, потом дерево падает на линию электропередачи. Провода тянут за собой фонарный столб, и он сбивает с ног пожилую женщину. Она стояла, как дерево пилили. Она, видать, наблюдала. И столбом прям как раз она стояла, и вот так вот прям зацепила. И стол как-то прямо падал, и пошёл в сторону, потому что провод-то накянулся. Рабочие даже не подошли. Сели в машину и тут же уехали. Скорую помощь вызвали прохожие. Пострадавшая 75-летняя Анна Скачкова. Детей и родственников у неё нет. По словам подруги, в три часа дня пенсионерка как раз вышла на прогулку. У неё мацион, она в определённое время выходит в магазин. И там она гуляла, как обычно. То есть это её был обычный маршрут. По мнению врачей, Анне Фёдоровне ещё повезло. Травмы после удара бетонного столба, его вес килограммов 700, могли быть гораздо серьёзнее. Состояние у неё средней тяжести, обследовано. Диагноз сочетанная травма. У неё травма головы, травма грудной клетки. Виновников инцидента ищут. На записи видно, что один из рабочих одет в оранжевую униформу люберецких коммунальных служб. Но местная администрация в горе лесорубов своих сотрудников не признаёт. Сделано совершенно топорно. Без соблюдения каких бы то ни было правил безопасности. Администрации города Люберце разрешение на вырубку не выдавалось. По этому адресу спилили дерево неустановленные лица. А вот жители уверены, это были именно коммунальщики. Кто-то считает, они расчищали площадку под будущий магазин. Слухи о строительстве в этом месте торгового центра ходят давно. Есть ещё одна версия. Рассказывают, что сотрудники ЖЭКа часто ездят по округе, выбирают крупные деревья, пилят их и продают дачникам. Это не ЖЭКа, это кошмар. Кому-то дрова потребовались на дачу, они решили спилить. Пилят, это вот, от ЖЭКа там бригада была. Пилят по 150 рублей продают. Вот такой вот, чербачок, в сауну. В дело вмешался Следственный комитет. Сейчас идёт проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Но Анне Скачковой предстоит долгое лечение. Дмитрий Блинников, Александр Губанов, Дмитрий Сорокин. Вести.